Неважно, знаете вы, что такое число Рамсея, не знаете я на кум? Замысл сказать действительно про обобщение некоторого классического понятия из комбинаторики, которое называется число Рамсея. Но чтобы рассказать про это обобщение, недостаточно знать вам, чтобы я мог рассказать про это обобщение, вам недостаточно знать, что такое обычное число Рамсея. На самом деле речь пойдет, давайте я загадочное название напишу, Вот здесь мы должны это разумно сделать. Про дистанционные числа Рамсе, в некотором смысле, это некое относительно недавнее обобщение классической задачи, но тоже очень интересно. Дистанционные числа Рамсе. Для того, чтобы понять, что это такое, скорее для начала нужно понять, что такое дистанционный граф. Но давайте я прежде всего спрошу у присутствующих поднять руки тех, кто вообще знает, что такое граф. Граф надо воспринимать следующие нарисованные точки, и некоторые из этих точек соединены отрезками. Шлеп, 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 шлеп. Вот такое. А некоторые вообще не соединены. Вот точки называются вершинами. Вершины графа – это точки, а отрезки называются ребрами. Ребра – это отрезки. Вообще граф – это абсолютно такое центральное понятие математики. Это очень важная штука, использующаяся во многих задачах как чистой науки, так и приложений. Графы возникают повсюду, абсолютно естественным образом. Каждого из вас, присутствующих в этой аудитории, можно изобразить такой вот точечкой отдельной. А ребрами соединить, например, таких двоих людей, которые сидят в одном ряду. Провести отрезок, например, двумя людьми, если они сидят в одном ряду. И изучать такую вот конструкцию. Это вполне естественная практическая штука. Но для сегодняшних целей можно воспринимать граф чисто геометрически, то есть считать, что граф – просто набор точек на плоскости, и какие-то из этих точек соединяются между собой отрезками. Вот такая вот конструкция называется графом. Теперь давайте дистанционный граф. Что такое дистанционный граф или граф – простое. Дистанционный граф – простое. Это уже сугубо геометрический объект, но с точки зрения того, как мы только что определили граф, в общем, можно считать, что это очень похоже. Это такой граф, давайте я вот так напишу, это такой граф, у которого все ребра имеют длину 1. У которого все ребра длины 1. Ну, на самом деле, не важно, что длины 1, можно длины 2, можно длины 10, там какое число вы знаете. Главное, чтобы все вот эти вот отрезки, которые являются ребрами графа, в данной конструкции имели одинаковую длину. Важно, чтобы все ребра имели одинаковую длину. Например, 1. 1 – это взято просто для примера. Сразу что нужно обсудить со слушателями, чтобы вы действительно поняли, что происходит. И уж на этом уровне я постараюсь добиться понимания, иначе как-то совсем будет тускло. Понимаете ли вы, что не каждый граф является дистанционным графом? Давайте попробуем привести пример какого-нибудь графа, который дистанционным графом не является. Равнобедренный прямоугольный треугольник. Равнобедренный прямоугольный треугольник. Да, вообще говоря, прекрасный пример. Хорошо. Равнобедренный прямоугольный треугольник. Так, ну, понятно, что если эти бедра имеют длину единицы, то, конечно, вот это вот ребро имеет длину корень и слой. Итак, товарищи, я надеюсь, все присутствующие знают теорему Пифагору. Она нам сегодня исключительно пригодилась. На самом деле, это не совсем хороший пример. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что, на самом деле, все-таки, конечно, граф – это не просто картинка. Картинка – это портрет графа. Ну, вернее, да? Картинка – это портрет графа. Граф – это все-таки такой, на самом деле, абстрактный объект. Это некоторое множество вершин, например, люди, которые сидят вот в данной аудитории, да? А ребрами мы соединяем людей, которые между собой находятся в каком-то отношении. Вот, например, я уже говорил, да? В каком отношении могут находиться люди. Сидят на одном ряду, да? Вот я смотрю на верхний ряд. Раз, два, три, четыре, пять человек. Так, товарищи, вы вслушайтесь. Потап все понятно. Вот есть пять человек, сидящих в одном ряду. Поскольку мы считаем, что каждые двое из них соединены ребрами, мы же соединяем ребром каждых двоих, кто сидит в одном ряду, правильно? То получается такой граф, у которого пять вершин, вот это вы, сидящие в одном ряду. Я могу вас как-нибудь занумеровать, так, именами обозвать. Но я не буду сейчас вас спрашивать, у кого какое имя. Понятно, тут сидит один человек, второй, третий, четвертый, пятый. Вот. Как можно изобразить на картинке вот этот граф? Ну, можно его вот так изобразить просто, провести все возможные отрезки. И у нас получится то, что называется полный граф на пяти вершинах. Давайте я этот термин зафиксирую, нам он сегодня пригодится. Полный граф на пяти вершинах. Он полон в том смысле, что в нем проведены абсолютно все ребра, какие только можно, в принципе, провести. Каждые две вершины соединены ребром. Вот этот граф называется полным по такому случаю. Так вот, смотрите, почему я завел этот разговор про полный граф на пяти вершинах или что-то в таком духе. Я его завел в связи с вот этим треугольником. Действительно, этот треугольник не является дистанционным в том смысле, в каком я дал определение дистанционного графа. Но, если забыть про то, как именно я изобразил в него портрет, и представить себе, что в вашем верхнем ряду сидит и пять человек, а три человека. Можно себе такое представить? Можно даже это организовать. Я могу сейчас усилием воли прогнать двоих из этого ряда. У меня в верхнем ряду окажется три человека, соответственно. Тогда, как вы понимаете, у меня возникнет вот такой вот треугольник, который, понятное дело, является полным графом на трех вершинах. Я так долго оглядывал. Сейчас, может быть, случится нечто. А, оно же было и случилось неприятно. У нас второй ряд состоял из трех человек. Товарищи, я этого не осознавал, но теперь это состоит из четырех человек. Все плохо. Или первый ряд вот из трех, да? Вот первый ряд из трех человек, вот тут образуется вот такой граф. Так, короче, к чему я это говорю? Понимаете, что если забыть про портрет этого графа, а говорить просто о графе, как о таком абстрактном объекте, в ряду сидит три человека, и каждые двое из них соединяются ребром, потому что все они сидят в одном ряду, то, в принципе, такой граф, вот такой треугольник, можно изобразить на плоскости как дистанционный. А можно изобразить и как не дистанционный. Но треугольник, во всяком случае, можно изобразить так, что все длины ребер будут равны единице. Вот одна четырехугольника смотрит. А вот если рассмотреть полный граф на четырех вершинах, полный граф на четырех вершинах, вот такой полный граф на четырех вершинах, у нас такой ряд есть, это второй ряд. Раз, два, три, четыре человека, да? Вот этот ряд образует полный граф на четырех вершинах в смысле нашего определения, да? Вот этот граф, как его не выкипая на плоскости, мы не сможем его так изобразить, чтобы все отрезки имели длину 1. Это утверждение. На плоскости бывают правильные треугольники, да? Это все понимают, конечно. Но нельзя изобразить на плоскости четыре точки так, чтобы все шесть расстояний, которые они генерят, равнялись единице. Чтобы и вот это расстояние 1, и вот это 1, и вот это 1, и вот это, и еще к тому же вот это, и еще к тому же вот это легкое упражнение. Можете подумать. Не задумывались об этом никогда? А вы знаете, что мы живем не на плоскости, а в размерности 3? А вы знаете, что в правильном размерности 3 бывает титрайвер? Вот такая вот конструкция. Тут правильный треугольник, тут правильный треугольник, тут правильный треугольник, там правильный треугольник. Четыре правильных треугольника, собранные в такой вот многогранник, в пирамидку. Все длинные отрезки, которые присутствуют на этой картинке, равны единице. Что, не представляете себе такой штукой? А? Да? Что, вас такая штука смущает? Это называется тетраэдр. Правильный тетраэдр с длиной стороны, ну, с каждой единицы. Я сказал, что они должны быть одинаковой длины. Вот, товарищи, вы согласны, что тетраэдр в обычном трехмерном пространстве это как раз дистанционный портрет вот такого графа? Дистанционный в том смысле, что все длинные ребра равны единице, как мы этого и хотели от дистанционного графа в рамках определения. Мы по определению требуем, чтобы все длинные ребра равнялись единице. По плоскости полный граф на четырех вершинах нельзя изобразить как дистанционный, потому что как ни в груди, какое-нибудь ребро точно будет выбиваться. Оно будет иметь другую длину, не единичную. Но если это все приподнять в размерность 3, то можно нарисовать вот такой тетраэдр, но с ним уже все будет в порядке, он дистанционный. Чувствуете вот эти вот тонкости или это слишком быстро? Нормально. Нормально? Пока по скорости нормально, понятно, что происходит, да? То есть вот не каждый граф является дистанционным. И разница между вот этой постановкой вопроса и вот этой постановкой вопроса состоит в том, что здесь, да, совершенно конкретный рисунок графа, а здесь мы говорили про некий абстрактный граф. Но абстрактный в том смысле, что вершины – это люди, а ребра – это какие-то незримые связи между ними, связи, например, состоящие в том, что люди сидят в одном и том же ряду. И когда граф рассматривается как такой абстрактный объект, априори мы не знаем, как его изобразить. Мы можем изобразить его вот так, тот самый граф, который образуют люди, сидящие в одном ряду, а можем изобразить вот так. То есть у графа есть разные портреты, один из которых не является дистанционным, а другой вполне себе является таковым. У графа есть разные портреты, вот это главное осознать. Но, если мы имеем четырех человек, сидящих в одном ряду, и каждые двое тем самым соединяются ребром, то у такого графа нет дистанционного портрета на плоскости, но есть дистанционный портрет в размерности 3. Вот это понятно? Вот это вот сейчас очень важно осознать. Ну, есть масса других интересных примеров дистанционных графов. Например, на плоскости есть вот такой замечательный дистанционный граф. Берем правильный треугольник, прилягиваем к нему снизу такой же точный, такой ромбик получается из двух правил треугольников составленный. Сюда забиваем гвоздь, и вот эту всю конструкцию вот так поворачиваем. Классический тоже пример дистанционного графа, связанный с одной совершенно замечательной задачей, которая называется задачей о хроматическом числе плоскости. Никогда не слышали такую задачу? Ну? Не слышали? Слышали? Ну вот один слышал. Вы слышали, я понимаю. Вот это вот называется Мозеровское веретино. Я не буду рассказывать про хроматическое рискло плоскости, меня далеко в сторону ведет. Это другая цель. Это называется Мозеровское веретино. Ну и так просто, чтобы вам было интересно, может быть где-нибудь посмотрите мою прошуку, про хроматические числа, или какие-нибудь лекции, которые я в разное время, в том числе в интернете, читал. Так что, пожалуйста, в общем, это вот тоже объект, который связан с классической задачей комбинаторики. Называется Мозеровское веретино. Все адресы, которые здесь нарисованы, имеют пленуатин. Понятно, что так нарисовать можно. Но это уже более интересный граф. Ну что, немножко стало понятно, что такое дистанционные графы на плоскости и в пространстве, да? Немножко стало понятно? Да. Вообще говоря, мне бы хотелось сделать ужасную вещь. Мне бы хотелось рассказать вам, что такое четырехмерное пространство. От меня же, что ли? Нет. Я просто... Ну я не могу, понимаете? Если я буду тему эту рассказывать без четырехмерного пространства, там никакие интересные эффекты не возникли. Да не только без четырехмерного. Я вам сейчас и пятимерное расскажу что-то. Я вам больше того, что я вам мерное расскажу. Любую меру. Сто мерное, если хотите. Можно? Но у меня замысел такой глобальный. На самом деле ничего страшного не будет. Я же с вами, в общем, занимаюсь продвинутой математикой. Я хочу вам рассказать действительно что-то такое. Вот что-то такое. А как я вам расскажу что-то такое, если я вам не расскажу, что такое мерное пространство? Так. Ну, товарищи, на самом деле, смотрите, все вот эти вот картиночки, которые мы нарисовали, и слово граф расстояние, подсказывают нам, что в действительности все, что нам нужно знать, это как измерять расстояние между точками. Вот смотрите, вот у нас есть обычная плоскость. Вы мне радостно сказали, что вы знаете теорему Пифагора. А я чуть не подпрыгнул вот сюда, на эту кафедру. От счастья, что я могу вам рассказать, что такое расстояние. Вот у вас есть две какие-то точки на плоскости. Понятно, что расстояние между ними, это, конечно, длина отрезка, которая их соединяет. Но как посчитать длину этого отрезка? По теорему Пифагора. По теорему Пифагора. Гениально, да. Но для этого надо понимать, что точки можно интерпретировать как пара чисел, что можно ввести некоторую систему координат на плоскости. Вот опять же у меня вопрос к аудитории. Вы встречались когда-нибудь с понятием системы координат на плоскости? Прямоугольная, естественно, система координат. По этому направлению откладывается какой-нибудь там х по этому направлению у. Вы знаете, вы, конечно, обычно пишите x, y, и я, как в угоду слушателям, тоже написал x, y. Но у меня аж глобальный замысел, я потом хочу выйти в многомерное пространство. И какие буквы я буду с вашего позволения использовать? x, y, z. Прекрасно! В трехмерном x, y, z. Все, алфавит кончился. Что делаем? А, потому что не бывает четвертой размерности, да? Ну все, можно на этом заканчивать лекцию. Закрывать лампочку. Вот, я поменяю немножко вашу интуицию в этом месте. Я назову координаты x1, x2. x1 это, ну как водится, абсцисса, да? А x2 это ордината. Ну, виноват. Вот я буду использовать не x, y, а x1, x2. Но вы, как люди, интересующиеся математикой, я надеюсь, от этого не умрете. Вот, смотрите, у этой точки есть какая-то координата по оси x1, и есть какая-то координата по оси x2. И у этой точки есть какая-то координата по оси x1, и какая-то координата по оси x2. Как бы эти координаты обозначить, чтобы они выглядели по-разному для разных точек? Вот у нас одна точка, вот у нас другая точка. Как бы сделать так, чтобы вот здесь было не просто х1, потому что иначе и здесь придется нарисовать х1, и мы запутаемся. Х1, 1. Х1, 1. Это ужасно. Я вот эту координату обозначу у1. А вот эту z1. Я издеваюсь. Все. Вот, это, соответственно, у2, а это, соответственно, z2. Так. То есть, смотрите, вот эта точка у меня имеет координаты y1, y2, а вот эта точка имеет координаты z1, z2. Ну что, поскольку я очень весело рассказываю, то я надеюсь, я вас не запутал. По крайней мере, чем веселее, тем меньше вам кажется, что вы запутались. Так, ну прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Как теперь померить расстояние, зная числа y1, y2, z1, z2? Надо нарисовать вот такой прямоугольный треугольник. Да? Длина вот этого катета составляет z1 минус y1. Да? Я могу там как-нибудь красиво нарисовать вот так, как на чертеже принято, но у меня красиво не получится. Ну, уж как-нибудь. z1 минус y1, соответственно, длина вот этого катета получится z2 минус y2. Ну и, коль скоро мы желаем найти длину гипотенузы, то есть расстояние как раз между вот этими точками, длину нужного нам отрезка, мы должны, видимо, что сделать? Мы должны вычислить корень квадратный, корень квадратный из суммы квадратов вот этих вот длин. То есть интересующая нас длина это корень из z1 минус y1 в квадрате плюс z2 минус y2 в квадрате. Я думаю, что вы это знали в большинстве своем заранее, но я просто решил уж очень подробно это объяснить, чтобы точно было понятно. А может быть, кто-то не знал. Понятно, да, что если мы задали точки в координатах, то расстояние между ними на плоскости вычисляется вот по такой форме. Это просто результат применения теории метафагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета. Вот сумма квадратов катетов, ну, значит, гипотенуза это корень квадратный из этой суммы квадратов. Ничего такого особенного. Так, давайте поднимемся в размерность 3, задать систему координат в трехмерном пространстве. Ну вот, одна ось, вот вторая, да, вот так. А третья это я. Вот так. Еще вот так можно изображать. Одна, вторая, третья. x, y, z. В вашем традиционном понимании. А в моем, простите, x1, x2, x3. В моем это будет x1, x2, x3. Ну, давайте так. Слушайте, мне не очень, честно говоря, нравится, что я точки зачем-то стал вот так вот обозначать. Знаете, я нарисую вот эту систему координат условно как-то вот так. То есть вот тут везде прямые углы, конечно. Вот везде у нас прямые углы. Ну, хорошо. Ну, x1, x2, x3. Ладно, почему бы нет. x1, x2, x3. Вот теперь у меня снова есть две точки, которые расположены в пространстве. Одна и вторая. Конечно, когда я их рисую на плоскости, не совсем понятно, чего изменилось, потому что вроде как была плоскость, осталась. Но я сейчас буду вот тут рисовать. Умозрительно. Вы будете умнозреть на то, что я рисую в воздухе. Я надеюсь, вам этого умного зрения хватит для того, чтобы понять, чего я говорю. Так, ну давайте одну точку зададим в координатах. Если действовать совсем по аналогии с тем, что тут я делал, то у меня опять иссякнут буквы, товарищи. Ну, не иссякнут, конечно. Ну, давайте, ладно, давайте так же сделаем. Жалко, что ли. y1, y2, y3 и z1, z2, z3. Так, ну это, я надеюсь, никого не смущает. Да, то есть мы каждую точку задали тремя координатами. Ну, поскольку сами координаты на оси обозначены x1, x2, x3, то так же мне довелось вот обозначать точки, соответственно, y1, y2, y3 и z1, z2, z3, чтобы не путаться с именами координат. Так, теперь как посчитать между ними расстояние? Вот есть система координат, есть две точки. Как посчитать между ними расстояние? Что-то проглочу. Не, но это почему так-то? То есть, значит, я хочу до этого довести. Если вы это знаете, это очень круто. Если все это знают, я сейчас это проглочу и начну рассказывать что-то более продвинутое и мощное. Но мне хотелось для вас создать максимум этой интуиции в тех размерностях, в которых мы привыкли существовать. Потому что если я сейчас выйду сразу, как бы это изобразить, давайте я вот так вот изображу. Я нарисую такой кубик. Рисую неотвратительно. Довольно хорошо, а рисую ужасно. Это вот кубик, товарищ. Но согласитесь, что речь у меня поставлена гораздо лучше, чем художественные способности, правда? Ну, я за счет речи компенсирую. То есть, смотрите, кубик. Это кубик. Я могу даже гипнотизировать. Это точно кубик. Вот эти две точки можно интерпретировать вот так. Одна здесь, другая тут. Вот это вот, у1, у2. А это z1, z2, z3. И вот нам нужно померить расстояние между ними. Как бы сие сделать? Понятно, что это надо вычислить просто длину вот этого главной диагонали нашего кубика. Понятно, что я по двум точкам такой кубик, конечно, сострою уж как-нибудь, правда? Вот, да, на две точки. Уж как-то я сострою. Имеется в виду, что плоскость вот в этом основании параллельна вот этой плоскости, которая порождена координатными осями x1, x2. Тогда, конечно, такой кубик задается однозначно. Представляете себе геометрию в R3, да? В трехмерном пространстве, извините. Тут проскочило словечко, которое вы можете не знать. Нет, не важно. В трехмерном пространстве. Вот, ну и как померить? Наверное, надо сначала померить длину вот этой диагонали, которая находится в плоскости x1, x2. Чтобы ее померить, надо применить вашу любимую эфагору, которую вы любите, потому что знаете. Как померить длину этой диагонали? Она получится равный корень, конечно, из y1 минус z1 в квадрате плюс y2 минус z2 в квадрате. Вот эта длина, это диагональ, это ясно, да? Всем ясно? Товарищи, если есть какие-то сомнения, поскольку мы записываемся, общая мысль такая, вы поднимаете руку, и тогда я вас вызываю, вы говорите, потом говорю я. Если что-то непонятное здесь, то надо спрашивать. Вот, получилась вот такая вот диагональ, длина нарисована здесь. Какая длина вот у этой стороны? Ну, z3 минус y3, правда? Это z3 минус y3. И у нас образовался новый прямоугольный треугольник, вот он, один катет, вот другой катет. А гипотенуза это как раз вот та самая главная диагональ, длина которой нас интересует. Она имеет расстояние между нашими точками. То есть надо обратно возвести в квадрат вот эту штуковину, чтобы найти квадрат вот этого катета, прибавить квадрат вот этого катета и обратно извлечь корень. Квадрат вот этой гипотенузы равен сумме квадратов этого катета и этого катета. То есть квадрата вот этого корня, сумме вот этих квадратов, плюс еще квадрат, который по третьей координате. Итого получаем, что в сервисе это корень из y1 минус z1 в квадрате плюс y2 минус z2 в квадрате плюс y3 минус z3 в квадрате. Все подходит. Ну вот кто-то нам сказал с самого начала, что так надо мерить, но я вроде пояснил, почему так, да? Или что, неужели быстро? Нормально. Вот, ну по-моему это подсказывает, как надо определять онмерное пространство и как измерять в нем расстояние. Вы можете при этом себе не представлять, что это такое. Это совершенно сейчас не важно. Я даже не буду вас агитировать за то, что это почему-нибудь нужно. Я просто скажу, вот вам онмерное пространство, вот его формальное определение. Все. Дальше с этим можно будет спокойно работать. Хорошо? Или плохо? Математика. Нмерное пространство это множество, которое принято обозначать вот так. r в степени n состоящие из всех возможных последовательностей последовательностей x1 и так далее, xn действительно в чисел действительно в чисел ну, скажем так, снабженное расстояние скажем, красиво снабженное расстояние то есть между каждой такой последовательностью каждыми двумя такими последовательствами чисел можно померить расстояние так, расстоянием двоеточия расстояние между точками а, они называются точками, я беру в кавычки, потому что для вас это в номинку расстояние расстояние между точками x1 и так далее, xn и y1 и так далее, yn определяется по формуле по формуле корень из x1 минус y1 в квадрате плюс x2 минус y2 в квадрате плюс и так далее плюс xn минус yn в квадрате вот так вот смиряется расстояние полная аналогия с тем, что мы имели по теоремии Пифагора на плоскости и с тем, что мы имели по теоремии Пифагора в размерности 3 в обычном пространстве вот такое множество тоже называется пространством и в нем расстояние измеряется согласно обычной теоремии Пифагора но согласитесь, что это не очень страшно страшно только то, что вы не можете сходу получить геометрическую интуицию этого объекта то есть вы не представляете себе что такое 4-мерное пространство ну или там 5-мерное или 600-мерное не важно но вы находитесь в положении букашки, которая ползает по плоскости видит только плоскость и не может себе представить в 3-мере какая разница но она не может в 3-мере представить а вы в 4-мере но математически мы можем его себе представить так, дистанционный граф вот здесь я слово дистанционный граф уже убрал дистанционный граф в размерности n определяется точно так же это любой граф у которого вершины точки вот в этом rn а ребра отрезки длины 1 понятное определение? но оно пока понятно абстрактно, конечно то есть надо привести опять какие-нибудь примеры вот давайте я вам дам некое упражнение которое вы можете порешать дома мне кажется, что оно очень показательное и в пику так сказать этому упражнению я поясню что-нибудь в большей разметности вот это будет наверное забавно и в то же время это будет исключительно полезно для нашей глобальной цели для определения числа рамсея про которую вы уже наверное плотно забыли а будут числа рамсея? будут? я к тому иду вот есть такой замечательный граф k33 поднимите руки просто руки поднимите кто когда-нибудь слыхал про такой граф в каком-нибудь контексте ну поскольку далеко не все знали на входе сюда что такое граф то я не удивляюсь такому малому количеству поднятых ничего страшного значит это совершенно замечательный объект который как раз на самом деле классно поясняет что такое портрет графа и что такое абстрактный граф абстрактный граф это вы сидите в аудитории и соединяетесь ребрами чисто умозрительно в зависимости от каких-то связей между вами да? сидите вы там за одной партой или любите друг друга или списываете друг у друга во время контроля бывают разные отношения но получается граф а портрет графа это вот портрет графа это как я здесь рисовал он можно по-разному изобразить так вот картре 3 это замечательный совершенно граф сейчас я его нарисую возможно рук станет больше рисуется он обычно вот так это граф у которого есть как говорят две доли вот одна доля вот вторая доля и вершины внутри каждой из этих двух долей между собой ребрами не соединяются но любая вершина из одной доли с каждой вершиной другой доли соединена ребром рук не стало больше нет появился кто-то да значит еще более наглядная интерпретация для этого графа состоит в следующем есть три домика сейчас может еще больше станет рук такая совершенно классическая постановка вопрос есть три домика и есть три колодца вот эти вот кружочки это колодцы каждый домик мы хотим соединить с каждым из колодцев тропинкой отдельной тропинкой можно даже вот так но понимаете что происходит я вроде старался изогнуть тропинку мучительно старался все равно у меня будет очень а нет смотрите вот я сейчас постараюсь и вот так пройду то есть я пытаюсь чего добиться я пытаюсь добиться того чтобы тропинки пересекались только около домиков и около колодцев чтобы пересечений где-то по дороге не было идет человек с коромыслом и навстречу ему идет человек с коромыслом да вдруг они друг друга по башке мало ли может они вражду там как но вот они не должны встречаться они по дороге должны идти по разным тропинку но видите я не все тропинки протоптал вот от этого домика не хватает дорожки вот к этому колодцу да и вы видите что как бы я не старался я от этого домика не смогу протоптать тропинку по тому колодцу так чтобы она ни одной другой тропинки не пересекла то есть беда с коромыслом все-таки нас подстерегает ну может я плохо рисовал может надо было по-другому начинать не слишком наизгибался но вот замечательная теорема в теории графушка которую я сейчас не собираюсь говорить но просто чтобы вы знали она утверждает что вот этот граф в принципе невозможно изобразить на плоскости так чтобы никакие два ребра не пересекались неправильным образом как не старайтесь его нарисовать как не изгибайте вот эти тропинки ребра но обязательно какие-нибудь два ребра засекутся не по вершине где-то там где-то в середине понимаете нет вы не понимаете как это доказать понимаете утверждение вот есть такой факт замечательный этот граф как не интерпретируя как не изображая на плоскости все равно у него нет портрета в котором ребра не засекаются так как не хотелось говорят что этот граф не планат есть такая терминология в теории графа этот граф не является планатом его вот нельзя так изобразить на плоскости чтобы ребра пересекались только в вершине вот но совершенно классический граф так вот утверждение которое я хочу оставить вам в качестве замечательного упражнения состоит в том что К3-3 не только не является планатом в том смысле в котором я сейчас объясню но К3-3 еще и не является дистанционным не является дистанционным на плоскости не является дистанционным на плоскости то есть ну нельзя изобразить его на плоскости таким образом чтобы все ребра все отрезки имели длину 1 согласитесь Это совершенно другой вопрос. Можно его изобразить с отрезками длины 1 или нельзя? По сравнению с вопросом, можно ли продавтать тропинки так, чтобы они не пересекались? Это другой вопрос. Тем не менее, я утверждаю, что он не только не планарит, он еще и не дистанционен, а каин. Это вы подумаете только. Хорошо? Хорошо? Больше того, я вам скажу, это вы тоже подумайте долго, он еще и не является, гад такой, дистанционным вар-3, в трехверном пространстве. Не является, правда? Ну, давайте я задам это как вопрос. Не является, вдруг я ошибся. Я поставлю вопрос. То, что он на плоскости не является дистанционным, это факт абсолютно свершившийся, а про р-3 предлагаю подумать, является или не является. По-моему, нет, по-моему, не является. Но вот чего я точно могу сказать, чтобы вам стало легче немножко воспринимать большие размерности. Так это то, что он является дистанционным вар-4. Я вам больше того скажу. Смотрите, я обобщу в кадре 3, сделаю более общую конструкцию. Какую-нибудь вот такую. К, Н, Л. Я надеюсь, товарищи, вы догадываетесь, что я хочу этим сказать. Я нарисую две доли, но только в одной доле будет уже не три вершины, а какое-то заданное количество вершин N. Скажем, сто или две тысячи, сколько хотите. А в другой доле будет, соответственно, M вершин. И каждая вершина из одной доли будет соединяться ребром с каждой вершиной другой доли. Причем внутри доли опять же ребер не будет. То есть вот так. Шлеп, 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 шлеп. Шлеп, шлеп. Шлеп. Ну, как-то так. То есть каждая вершина из верхней доли соединяется с каждой вершиной из нижней доли, но при этом внутри доли никаких ребер не проводится. Называется, к вашему сведению, полный двудольный граф. Стандартная терминология. Полный двудольный граф. Ну, естественно, с долями размера N и M соответственно. Полный двудольный граф по-английски байпортайт. Не знаю, зачем вам это, но может, когда он пригодится. Приедете куда-нибудь за границу, придете на улицу и скажете байпортайт граф. Представляете, как будет круто. Вот. Чего я хочу сказать? Утверждение. Первоначально, интуитивно, совершенно удивительное для присутствующих здесь товарищей, я уверен, потому что вы же не знали, что такое R4 еще каких-то 40 минут назад. Вы знали только двумерное и от силы трехмерное пространство. Ну, так, в какой-то степени. Утверждение, если хотите, теорема состоит в том, что любой, любой граф, K-NM, любой в том смысле, что с любыми долями, хоть тысяча, хоть миллион, что хотите, NM могут быть какими угодно, хоть Google. Знаете, что такое Google? Не Google, а Google. Знаете, да, это 10 сотой степени. Вот сколько хотите. Вот любой граф K-NM с любого, с любого размера долями является, является дистанционным в R4. Является дистанционным в R4. В свете вот этого вот результата проката R3, который я оставил как не очень сложное упражнение на ногу, кажется просто какой-то катастрофой. Такой прямо резкий скачок. Вроде бы даже в трехмерном пространстве, даже граф со столь маленькими дольками, не являлся дистанционным, не был. Нельзя было его реализовать с длинными реберами единицы. И в то же время я утверждаю, что едва мы повысили размерность всего лишь еще на одну единичку, с R3 перешли в R4. В неведомый мир так вышли, да? И вот в этом неведомом мире есть не то, что K-3-3, которого не было до сих пор в обычном нашем пространстве, но есть вообще любой граф K-NM. Понимаете, знаешь, это удивительное утверждение. Сейчас я его докажу после с координатами X1, X2. А поднимите руки, просто поднимите руки. Кто знает, как задать в этих координатах окружность? Ну, многие знают. Давайте я кому-то напомню, кому-то расскажу заново, без подробностей. Вот окружность. Скажем, радиус единица. То есть вот это вот расстояние равно 1. Окружность радиус единицы. Ее надо задавать вот так. Это множество точек, координаты которых удовлетворяют вот такому соотношению. То есть если вы берете любые точки с координатами суммы квадратов, которых равняется единице, то вы получаете множество, образующее вот эту окружность. Ну, кто не знал, подумайте, почему это действительно окружность получается. Я уж в такие-то элементарные вещи сейчас вкладываться не буду. Вот это вот уравнение, это уравнение окружности на плоскости в координатах. Ну, мне показалось нужным это отразить здесь на боковой доске, потому что я сейчас воспользуюсь этим. Ну, давайте я даже так скажу. А если вот здесь одна вторая, например, то что надо здесь написать? Одна четверть. Одна четверть. Прекрасно. Ну, так вот, чтобы было понятно совершенно. Нет, окружность радиуса r какого-то. Здесь надо писать r в квадрате, конечно. Это опять теоремка Фагора, если кто не догадался. В каком-то смысле. Хорошо. Моя цель – доказать, что любой граф КНМ является дистанционным в р4. И я совершенно не зря нарисовал там вот эту окружность. Она нужна для доказательства. Давайте возьмем произвольный, совершенно произвольный граф КНМ, совершенно произвольный граф КНМ. Н, Гугл, М, Яндекс, там, что хотите, понимаете, вот это совершенно не важно. Вот взяли совершенно произвольный граф КНМ. Вот какая наша цель? Наша цель, наверное, как-то изобразить одну долю где-то, как-то изобразить другую долю еще где-то, вот в этом р4. А так, чтобы между каждой точкой из первой доли и каждой точкой из второй доли расстояние было один, правда? Любая точка отсюда, любая точка отсюда, должны образовывать отрезку длины единицы. Давайте рассмотрим в р4 все точки координатами х1, х2, 0, 0 такие, что х1 в квадрате плюс х2 в квадрате равняется 1 в 2. Так, надо осознать. В р4 каждая точка имеет 4 координата, правильно? Это просто какие-то 4 вещества числа, действительно числа. Вот я предлагаю среди всех точек, какие в принципе бывают в р4, рассмотреть только тело, у которых по последним двум координатам стоят нули, жестко за виды нули. Ну то есть как бы мы находимся в такой координатной плоскости просто обычной размерности 2. вот это все нули. Но, мало того, мы хотим, чтобы они лежали на окружности. Я специально напомнил, как окружность задается. Так, товарищи, главный вопрос, понимаете ли вы, понимаете ли вы, что таких точек бесконечно много? Ну, они же образуют окружность, правда? Они образуют целую окружность. Их, конечно, бесконечно много. Их континуум, если вы знаете, что это такое, ну, не столько на отрезке, столько и на окружность. Да черт! Так, а теперь рассмотрим в R4 все точки с координатами с координатами 0, 0 x3, x4 у которых, наоборот, x3 в квадрате плюс x4 в квадрате равняется 1, 2. Это снова окружность, но как бы в прямо противоположном направлении. Вот в трехмерном пространстве так сделать нельзя. В трехмерном пространстве можно нарисовать окружность вот в этой плоскости, но на этой прямой окружности не поместятся, понимаете? Вот здесь можно нарисовать окружность. x3 будет равно 0. Но нет у x4, чтобы вторая окружность разместилась вот такая, как здесь, понимаете? В R3 такое сделать нельзя, в R4 такое можно. Теперь, внимание, главное, так сказать, катарсис, или катарсис, как сейчас модно стало говорить, понимание, чему равно расстояние между любой такой точкой и любой такой точкой? единицы, правильно. Давайте я наберу расстояние между любой точкой, так сказать, первого типа. Первого типа – это значит такое, которое вот здесь вот расположено. расстояние между любой точкой первого типа и любой точкой второго типа, и любой точкой второго типа. Второго типа – это вот такое. Равно 1. Ну, почему оно равно 1? Вспоминайте, как измеряется расстояние. Надо из x1 вычесть 0, возвести в квадрат, это будет x1 в квадрате, прибавить x2, вычесть 0 в квадрате, то есть будет x1 в квадрате, плюс x2 в квадрате. Дальше надо из 0, наоборот, вычесть x3, возвести в квадрат, из 0 вычесть x4, возвести в квадрат, и в итоге получится сумма x1 в квадрате, x2 в квадрате, x3, x4 в квадрате, да? Но сумма первых двух квадратов по определению равна 1 второй, сумма вторых двух квадратов тоже равна 1 второй, значит, сумма всех четырех равна 1, правда? Согласна? Ну, теперь понимаете, что каким бы ни был вот этот произвольный КНМ, мы просто возьмем n точек вот здесь, а их тут бесконечно много, возьмите практически любые n из них, возьмем любые n точек отсюда, и мы реализовали дистанционным образом наш грамм. Еще раз, между любой точкой отсюда, абсолютно любой, а их бесконечно много, и любой точкой отсюда, а их тоже бесконечно много, расстояние единица, возьмите какие угодно, n точек отсюда, и какие угодно m точек отсюда. И все, у вас получился КНМ, и все ребра его длинные оттенки. Любая точка отсюда, от любой точки отсюда, вообще любая, отстоит на расстояние оттенки. Значит, если вы отсюда выберете каким угодно n точек, отсюда выберете каким угодно m точек, то между ними попарные расстояния будут единичные. И это КНМ, это полный двудольный грамм. Одна доля лежит вот на этой окружности, другая доля лежит вот на этой окружности, внутри долей ребер нету, а между долями все ребра имеют длину 1. Доказал утверждение, нет? Входите в руки с тобой, ну слава богу, отличный. Отличный, это очень важно для понимания дальнейшего. Такая вот удивительная вещь. В трехмерии такое сделать нельзя, не хватает как бы дополнительной координаты. А в четырехмерном пространстве куда-то, вот непонятно, куда идет еще четвертая координата, по ней есть своя окружность, вот окружность отсюда, и окружность отсюда, они образуют такую вот двудольность. Скоро-скоро уже будут числа Рансе, но это бывает не только двудольная игра, а бывают многодольные игра. Давайте я так скажу, ну вот, дольная игра. Многодольная игра. Ну, что это такое, можно догадаться. Есть одна доля, есть другая доля, есть третья доля, и так далее. Есть много отдельных долей, много, ну, сколько-то там, не знаю, каждую. Есть много отдельных долей. Внутри каждой доли нет ни одного ребра, а между каждыми двумя долями проведены все возможные ребра, или часть из них. Вот так. Хлоп, 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 хлоп. Здесь тоже какие-то ребра. Не обязательно все. Я сейчас не говорю про полные многодольные графы, какие угодно. Ну, и тут тоже. Шлеп, шлеп, шлеп. Вот такая вот сетка, такое месико. В данном случае рисован трехдольный граф, не полный. Видите, я не все ребра провел. Это не полный трехдольный граф. Но это трехдольный граф. У него три доли, в том смысле, что каждая доля от ребер свободна, а между каждыми двумя долями, ну, какие-то ребра идут. Вот такой трехдольный граф. Внимание, вопрос. Пусть у графа кадри. Как вы считаете, начиная с какой размерности, начиная с какой размерности пространства, такой граф можно реализовать как дистанционный? Один знает, второй знает. Должно быть совершенно аналогичное рассуждение. подумайте чуть-чуть сами. Так, один, второй. Посмотрите, двудольный граф реализовался в Р4, но еще не смог, не справился в Р3, да? Трехдольный, например. Во-во-во, я слышу, все-таки вот вы вместо того, чтобы руку поднять, шепчете. Ну, слышно, слышно. 2К. Ну, правильно, да, на самом деле, конечно, 2К. Конечно, 2К совершенно аналогично. То есть вы первую дольку выкладываете вот сюда, вторую дольку, неважно, какую вы считаете, вторую, как-то, занумеруете, вторую дольку выкладываете вот сюда, и так дальше, последнюю, пятую дольку выкладываете вот сюда. 2К минус 1 квадратик плюс x2K квадратик равняется 1 и 2. Берете пространство размерности 2К, разбиваете множество его координат на пары последовательные и рассматриваете вот одну такую окружность за другой. На первую окружность кладете первую долю, на вторую окружность кладете вторую, на катую окружность кладете катую долю. Опять, расстояние между любыми двумя точками из разных окружностей равно единице. Согласны? Вроде просто, да? Как бы следующая ступень. Сначала мы поняли про К3,3, теперь мы понимаем про произвольный КНМ и дальше мы понимаем про произвольный Кдольный граф. Если у графа К дали, то он точно реализуется в пространстве размерности 2К. Вот таким вот окружностным способом, так сказать. Но замечательно, очень здорово. это мы осознаем. Полный. Не только полный. Если он не полный, то так не получится. Если он не полный, согласен, так не получится, поэтому в том определении, которое мы будем давать, мы будем разрешать дистанционным графам быть не полными. То есть, действительно, если граф не полный, то так вообще не получится в том смысле, что до сих пор мы определяли дистанционный граф следующим образом. Если там можно провести отрезок длины единицы, то мы его обязательно проводим. Ну, помните, как я говорил, если у нас есть три точки на плоскости и между ними попарное расстояние равно единице, то, тескать, дистанционный граф это вот именно тот треугольник, который таким образом образуется. Но я могу искусственно разрешить не проводить такие ребра и такую штуку тоже называть дистанционным графом. Просто брать и не проводить все возможные ребра, какие только разрешено проводить. Брать и не проводить. Тогда в этом смысле любой двудольный граф, не обязательно полный, можно реализовать как дистанционный. Так, товарищи, понятно вот это вот замечание, что сейчас было сказано? Еще раз, давайте я это проговорю, чтобы точно было понятно для всех. Дистанционным графом мы называли такую конструкцию точки пространства и все отрезки длины единицы, которые их соединяют. Но если я хочу, чтобы все отрезки длины единицы проводились, то неполный двудольный граф в рамках этой конструкции не сработает. Что мы тогда должны проводить еще вот этот отрезок, который не проведен, вот этот, но не получится. А я скажу, ладно, давайте ослабим понятие дистанционного графа. Скажем, что граф дистанционный, если его вершины это точки, а ребра это какие-то из тех отрезков, которые имеют длину один. Не обязательно все. Тогда эта конструкция работает для любого. Понятно? Ну, хорошо. Это пока такое важное, конечно, замечание. Сейчас уже будет нужно. Знаете что, товарищи, я сейчас дам еще одно определение, которого вы не слыхали раньше. Давайте его тоже запомним, иначе будет непонятно определение числа рамсэ. Смотрите, вот эти доли, вот эти доли, они-то уж точно устроены таким образом, что никакие две вершины в них не соединяются ребром. В рамках каждой доли ребер нет вообще. так вот, давайте назовем какое-нибудь множество вершин графа, множество вершин какого-то графа, независимым, это стандартный термин в теории графа, если в этом множестве нет ребер вообще. То есть, никакие две вершины этого множества ребра не образуют. вот у нас есть граф какой-то, и в нем есть множество вершин, оно независимое, если оно вообще свободно отрублено. Вот в этом многодольном графе каждая доля это независимое множество. Знаете, чтобы точно было понятно, что такое независимое множество, я задам контрольный вопрос в такой многоугольник, у которого всего к вершин 1, 2 и так далее к. всего к вершин. Такой многоугольник принято называть циклом. Тоже наверное слышали, а может нет. Есть такой многоугольник, у него к вершин. Каков размер самого большого независимого множества вершин в этом многоугольнике? Нижняя целая часть от к пополам. Сколько? Нижняя целая часть от к пополам. Совершенно верно. Потому что независимое множество надо строить на самом деле вот так. Если какие-то две вершины будут соседними, то они все, они соединяются ребром, и стало быть, у нас не получилось независимое множество. Но если мы берем вершинки через одну, то ребер между ними нет никаких в этом цикле, в этом многоугольнике. И получается целая часть от к пополам. Это самый большой размер, вернее, самого множества. Всем? Осталось последнее определение. Есть какой-то граф. Давайте обозначим же с чертой то, что называется дополнение до этого графа, или отрицание в каком-то смысле. Значит, же с чертой это граф с теми же вершинами, с теми же вершинами, что и исходный граф Ж, теми же вершинами, что и граф Ж, но в нем нет ни одного ребра исходного графа Ж, зато в нем есть все остальные ребра, которых в графе Ж нет. Зато в нем есть все остальные ребра. Ну, давайте какой-нибудь пример. Вот граф Ж на четырех вершинах. Берем те же самые четыре вершины, стираем все ребра, которые присутствовали в графе Ж, и проводим те, которых в нем не было. Вот это граф Ж с чертой. Понятно? Такой дополнительный граф. Какие были ребра, все стерты, каких не было, все проведены. с чертой.